В администрации округа состоялось еженедельное оперативное совещание. О проделанной за минувшую неделю работе отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. За прошедшую неделю в Межмуниципальное управление МВД России Люберецкое поступило 2300 обращений. Возбуждено более 30 уголовных дел, 25 преступлений раскрыто по горячим следам. К осенне-зимнему периоду округ готов. Включение отопления начнется уже в ближайшие дни. Что касаемо подготовки к отопительному сезону, на данный момент коммунальное хозяйство городского круга Люберца, тепловые сети, также источники теплоснабжения, все готовы на 100%, готовы к запуску. Как только поступит официальное разрешение ресурсоснабжающим организациям, сразу будут растоплены котлы и пущен теплоноситель. Продолжается реконструкция первого этапа Октябрьского проспекта. Его длина составила 473 метра. Мониторинг первого месяца работы эстакады показал, что время движения сократилось до 10-20 минут в зависимости от времени суток. Также рассказали о других работах, которые проходят на этом участке и новых завершенных объектах. Также продолжается работа по обустройству объездной дороги от стадиона «Торпеда» до улицы Волковской под путепроводом эстакады «Мальчики». Срок окончания работы – 27, 11 и 23 года. Второй объект, который мы также открыли и на котором бы хотелось отдельно остановить внимание, это разноурованный пешеходный переход через железную дорогу в районе улицы 2 Красногорская. Пешеходный ход по данному объекту запущен. О проделанной работе отчитались также руководители Управления охраны окружающей среды, здравоохранения и развития дошкольного образования. В конце встречи участники совещания ознакомили со спортивными успехами люберчан. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.